Итоги дня охраны труда Новые конкурсы на Смоленской АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющий обязанности директора Смоленской АЭС, сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом» и о техническом состоянии Смоленской АЭС. Суммарная нагрузка 3160 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Диспетчерский график выполняется. По состоянию дел в концерне выработка с начала года 100,71%. Это к плану фаз 336 миллионов. Смоленская АЭС Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 24 дня марта составила 1 миллиард 52 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 193 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 4,7 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 353 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 20 марта на Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда по теме «Нарядно-допускная система производства работ». Состояние оборудования, маркировка, окраска оборудования, сигнальная разметка, порядок учета выдачи средств индивидуальной защиты, правильность введения личных карточек, журналов учета выдачи СИЗ. Во всех подразделениях станции проведены целевые проверки. В ходе совещания также прозвучали доклады о состоянии охраны труда в цехе вентиляции Смоленской АЭС и электроцентромонтаж «Смоленск». Комиссиями выявлены как замечания, так и положительные практики. Все замечания, выявленные в ходе проведения дня охраны труда, оперативно устранены, либо разработаны мероприятия и назначены сроки по их устранению. Руководители проинструктированы в том числе о мероприятиях, которые состоят на контроле по направлению деятельности охраны труда и планируемых мероприятий. Так, в апреле планируется проведение Всемирного дня охраны труда, в том числе конкурсы плакатов и конкурсы детских рисунков. На производственном совещании представлены мероприятия, запланированные на Смоленской АЭС, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Был плановый обход по тематике дня охраны труда в комиссии под председательством директора атомной станции. По его результатам можно сделать выводы о состоянии охраны труда в подразделении. По сути, это такой срез нашей работы в течение года по направлению охраны труда. По результатам выявленных замечаний будет проведен анализ, замечания будут устранены. Также приняты корректирующие меры для того, чтобы замечания такого рода больше в дальнейшем у нас не появлялись. В данный момент на Смоленской АЭС трудится 235 работников СМС «Смоленск». Работа выполняется по электроцеху, цеху вентиляции, цеху ТАИ, ОРБ и службе безопасности. Медицинсосмотр работников пройден 100%, травм на производстве не допущено. Ежедневно проводятся проверки с привлечением специалистов нашего отдела охраны труда и специалистов отдела охраны труда Смоленской атомной станции. Также на совещании представлены первоочередные меры по предупреждению распространения на Смоленской АЭС коронавирусной инфекции. На САЭС разработан приказ о мероприятиях по предотвращению распространения инфекции. Организована закупка дезинфицирующих средств, масок, контролируется температура персонала, проводится информирование работников станций и подрядных организаций о мерах профилактики. Ограничено посещение экскурсий на объекты Смоленской АЭС, проведение технических туров, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Следующее совещание по подведению итогов дня охраны труда намечено на 24 апреля. Его тематика – нарядно-допускная система производства работ, состояние территории, работа с подрядными организациями. В рамках Всемирного дня охраны труда Смоленская АЭС проводит конкурс рисунков охраны труда глазами детей. Победителей ждут памятные подарки и признание. Лучшие работы будут экспонироваться на Смоленской АЭС, а затем в Центральном аппарате концерна «Росэнергоатом». Приглашаем к участию детей от 7 до 16 лет. Принимаются рисунки, которые могут отображать людей различных профессий, за работы с применением спецодежды и других средств защиты, призывы безопасно работать и отдыхать, вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах. Техника исполнения любая. Приглашаем учащихся всех учреждений принять участие в ежегодном творческом конкурсе Смоленской АЭС. Тема конкурса – 75 лет атомной промышленности России. За атомной энергетикой будущее. Экология региона САЭС Смоленские атомщики и поисковое движение. К 75-летию со дня победы. Смоленская АЭС – предприятие «Лидер ПСР». Возраст участников от 5 до 18 лет. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok